Сегодня моя прогулка после карантина начнется с района Монти. Название района переводится как «горы», и гербом этого района являются три горы. Район Монти – это место, откуда начинался Рим. И как район он был и остается первым районом Рима. Когда-то территория этого района была намного больше, и район считался густонаселенным. Сегодня наша небольшая прогулка состоится по пустынным улицам. Такое чувство, что в городе все готово к спектаклю, даже расставлены прекрасные декорации. Но зрителя нет и в ближайшее время не будет. Жизнь времени налаживается, мы уже начинаем заниматься своими делами и свободно гулять, но видеть таким пустым вечный город непривычно. Улицы, которые были заполнены туристами, смотрятся пусто и уныло. Во времена Древнего Рима здесь, на холме, были построены роскошные особняки, а у подножья холма жили люди с малым достатком. Но в средние века все изменилось. Старые акведуки, которые поставляли воду в домусы, пришли в негодность, и жители этих домусов переехали. Весь холм был засажен садами и виноградниками. Прогуливаясь сейчас по району Монти, можно увидеть виноградную лозу, которая ползет по дому к солнцу, и дома, увитые плющом и жасмином. Удивительный район. Сейчас этот район считается густонаселенным, как и в античном Риме. И самое интересное, этот район находится так близко к главным достопримечательностям Рима, где до карантина было самое большое скопление туристов. Но в сторону этого района никто не шел. Как будто невидимые стены закрывали его от туристических толп. Это очень милый, уютный, спокойный и тихий район Рима. Вон там в конце улицы Колизей выглядывает. Холм Квиринал и здесь не души. А я сейчас направляюсь в сторону фонтана Треви. Вы помните эти улицы, которые ведут к фонтану Треви? Вы помните, сколько народу здесь было? Я снимала это видео во второй половине дня, где-то около четырех часов. Вы представляете, в это время у фонтана Треви никого. Кому нужна такая красота без нас, без людей? Сейчас я перейду в Вио-дель-Корсо и пойду в сторону Пантеона. А у этой прекрасной красавицы Бугенвилии на пьяце Ди Пьетро туристы частенько делали фотографии на память. Сейчас она благоухает, цветет. Вот они вам, декорации Рима. Вот они меня зовут. Совсем недавно я показывала вам акведук Аку Александрина, который был построен в 226 году при императоре Александре Севере. Протяженность акведука 22,5 километра. Его задача была доставить воду в термы Нерона, можно сказать, бывшие термы Нерона, так как термы Нерона были построены в 62 году, а акведук в 226 году. Так вот термы были отреставрированы и расширены два века спустя при Александре Севере. Они продолжили функционировать вплоть до V века. Термы Нерона находились между Пантеоном и площадью Навона. Рим не был бы Римом, если бы в нем не сохранились остатки терм. Многие проходят мимо этих остатков, а я вам сейчас покажу, где они находятся. Вход в Пантеон оформлен колоннами, поддерживающими портик. Высота каждой колонны почти 12 метров. Три угловые колонны портика не оригинальные. Они были заменены в 17 веке. На место оригинальных колонн поставили две колонны из терм Нерона и одну колонну из виллы Домициана. Все найденное при раскопках сразу же идет в дело. С правой стороны от Пантеона, если идти в сторону площади Навона, находится церковь Сантеустакью. Вдоль стены, заросшей плющом, можно увидеть две колонны. Это колонны из терм Нерона. И здесь же недалеко, в конце узкой улочки, которая проходит между Палаццо Мадамо и Палаццо Сапьенце, установлена гранитная ванна, тоже из терм императора Нерона. Гранитную ванну обнаружили во время ремонтных работ в Палаццо Мадамо. Эту чашу сейчас приспособили под фонтан. Прогуливаясь по улицам Рима, можно встретить много интересного. Самое главное – заметить это. Совсем пустая площадь у Пантеона. И непривычно пустая площадь Навона. Жасмин – красиво цветущий кустарник. Без него невозможно представить весну. Цветы его бывают крупными и мелкими, с приятным ароматом, усиливающимся к вечеру. Цветы жасмина добавляют в чай. Много лет назад один торговец отправился на церемонию чайпития. И незадолго до этого он встретил девушку, угостившую его чаем, руки которой были покрыты лепестками цветов жасмина. Именно она подсказала ему идею о добавлении их в чай. На встрече его чайная смесь покорила сердца многих ценителей этого бодрящего напитка. А сколько интересных легенд связано с этим цветком. Например, одна из них повествует о том, почему жасмин цветет белоснежными цветами. Согласно этой легенде, когда-то все цветы были белыми. Но однажды появился художник с набором ярких красок и предложил окрасить их в яркие цвета, какие им захочется. Жасмин был ближе всех к художнику. Он хотел быть золотистого цвета, цвета его любимого солнца. Но художнику не понравилось, что жасмин будет окрашен вперед розы, королевы цветов, и оставил его ждать до самого конца, пока не окрасит все цветы. В результате облюбованная жасмином желто-золотая краска почти вся досталась одуванчику. Когда подошла очередь жасмина, то он не стал просить мастера, а лишь сказал, «Я предпочитаю сломаться, а не согнуться». Так он и остался белым хрупким жасмином. «А попробуйте согнуть его, сломается». Рядом с площадью Навона, где мы сейчас находимся, жил и работал Караваджо. Вы не думайте, я не забыла. Скоро я расскажу вам о жизни Караваджо в Риме. Просто немного увлеклась античным Римом. Все-таки как же интересно изучать историю Рима. А я на этом буду прощаться с вами, дорогие мои. До новых видео, друзья. И всего вам хорошего. Берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok